МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Приговор виновнику смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде пересмотрели. Суд вынес решение об ужесточении наказания Роману Яковлеву. Пришло время устранять дефекты, допущенные при строительстве долгожданного тоннеля на Тулака. Подрядчик обязан начать работу не позже 16 мая. Кадеты волгоградских школ спели на Мамаевом кургане День Победы. И вместе со старшими товарищами-полицейскими почтили память защитников Отечества. Ветераны Великой Отечественной войны побывали на стройплощадке стадиона Волгоград-Арена в месте ожесточенных боев за Сталинград. Сегодня на стройплощадке стадиона Волгоград-Арена, который возводится к Чемпионату мира по футболу 2018 года, с экскурсией побывали участники Великой Отечественной войны, а также актив Городского совета ветеранов. Стройка есть стройка. А уж когда построится, вот тогда будет полный нрав удовлетворён. На футбол пойдёте? Ну как же. Я с детства гонялся в футбол. В составе делегации, посетившей сегодня стройплощадку стадиона Волгоград-Арена, было пять участников войны. Всем уже за 90, но несмотря на преклонный возраст, ветераны живо интересовались процессом строительства. Вспомнили и военную историю этого места. В дни Сталинградской битвы здесь сражалась 284-я стрелковая дивизия под командованием полковника Николая Батюка. В сентябре 42-го дивизия, в составе которой были сибиряки, уральцы, а также моряки Тихоокеанского флота, переправилась через Волгу и сходу вступила в бой за восточные и северо-восточные склоны Мамаева-Кургана. Когда началось возведение стадиона, война вновь напомнила о себе. На месте строительства были обнаружены останки двух бойцов Красной Армии, а также несколько снарядов и минометных мин. В ближайшие дни подрядчик строительства тоннеля на Тулака начнет работы по устранению дефектов. Автолюбители уже давно заметили разводы и трещины в штукатурке бетонного свода прокола. Причиной возникновения этих недостатков явились проблемы с гидроизоляцией в железобетонных перекрытиях. Компания «Волгоград Метрострой» должна выйти на объект не позже 16 мая и все исправить. На территории вокруг тоннеля на Тулака запланирована и так называемая компенсационная посадка деревьев. Сегодня оглашен новый приговор по резонансному делу о смертельном ДТП на Аллее Героев. В начале октября Роман Яковлев за рулем внедорожника на скорости почти в 100 км в час сбил на пешеходном переходе Владислава Иванова, который пересекал проезжую часть на Роликовых коньках. Сначала решением Центрального районного суда Яковлева приговорили к 2,5 годам в колонии-поселении, но сегодня по жалобе матери погибшего Владислава Иванова Волгоградский областной суд пересмотрел приговор. Яковлев будет отбывать наказание не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Срок оставлен прежним 2,5 года. Сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда у памятника жертвам ДТП сотрудники полиции, студенты и представители администрации района высадили аллею из 50 деревьев. Это клёны, акации и вязы. Акция под названием «Аллея ангелов» прошла в рамках Дня памяти детей, погибших в автоавариях. Заботу о высаженных деревьях возьмут на себя сотрудники Госавтоинспекции Волгограда. Сегодня молодые следователи Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области приняли присягу на верность Родине и закону. Клятву они произнесли у могилы маршала Василия Чуйкова на Мамаевом кургане. Обычно присяг принимается в узком кругу, в кабинете, в актовом зале управления. А сегодня просто предпраздничный день, 9 мая. Тут и ветераны, и вообще местные жители. Поэтому достаточно волнительный, ответственный очень момент. Мне очень нравится моя работа, я ее просто люблю. Поэтому я не могу сказать, что мне тяжело. Ну да, достаточно сложно, потому что я девушка, а работа это очень ответственная. И в общем служу Российской Федерации. В торжественной церемонии приняли участие руководители управления и ветераны следствия. Они также почтили память павших защитников Сталинграда, возложили цветы к вечному огню в зале воинской славы. Сегодня на Мамаевом кургане около тысячи воспитанников хадетских классов общеобразовательных школ Волгограда спели главную песню предстоящего праздника – День Победы. У озера слез собрались старшие товарищи, полицейские, были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. За всем происходившим наблюдали и посетители Мамаева кургана. «Это радость! Сиреной и навеска! Это радость! Сами слезами на глазах! День Победы! День Победы! День Победы! На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова